Она два раза играет 2А, а в конце играет 1А. Все, на второй вольт. Артисты приехали буквально за час до концерта. Поэтому готовиться к выступлению пришлось в рекордно короткие сроки. Но настоящим музыкантам ничто не может помешать хорошо выступить. Даже тот факт, что личное знакомство певицы с джаз-бендом произошло всего пару дней назад. Все переговоры по гастролям велись исключительно по телефону. Я вчера звук ушутил на этот предмет. Вчера в обед мы с ним познакомились. Мне просто скинули там демо, я связался. Как раз мы хотели вместе с партнерами, которые мы занимаемся по Уральскому региону концертами. Они тоже выявили интерес, и мы решили Мики привезти. Для Олега Касимова, известного в республике саксофониста и руководителя ансамбля, это первый опыт организации сольных гастролей зарубежных звезд. Хотя круг знакомств среди иностранных музыкантов у него достаточно широк. Он является одним из главных продюсеров джаз-фестиваля «Розовая пантера» в Уфе. Надеется, что первый блин вышел некомом. Чужая для Мики страна встретила ее тепло и приветливо. Язык музыки оказался понятен россиянам без перевода. Разницы между российской и публикой американской, допустим, японской, китайской особо нет, потому что у всех есть сердце, и язык музыки, он международный, интернациональный понятен всем без слов. Вчера концерт, который был в Уфе, устроили стоячие овации, вызывали на бис. Это было очень приятно, это было очень тепло. Нефтекамская публика тоже не осталась равнодушна к сильному вокалу и артистизму заграничной певицы. Зажигательные ритмы джаза с помесью латинских ноток и блюза настраивали на особый лад. Под некоторые композиции хотелось танцевать. В танцах не отказывала себе и сама Мики. В какой-то момент она даже вышла в зал на радость зрителям. Завершающая блюзовая композиция сорвала самые громкие овации. Очень сильно понравилось вообще. Молодцы, что привезли в наш город такой замечательный коллектив. И вот это очень нравится. А вы сами любите джаз музыки? Оказалось, что да. Концерт очень понравился. Очень мощный голос, очень красивый, танцевальный, эмоциональный. Замечательно. На славу просто. Для нефтекамской это нонсенс. Очень хорошо, чаще пусть приезжают. Сам концерт оказался последним в уходящем сезоне, хотя сотрудники городского центра культуры отмечают, что наш город все чаще попадает в гастрольные графики различных именитых музыкантов. Так, всего пару месяцев назад нас посетили квартет виолончелистов, Растрелли, импровиз-рояль и многие другие. В будущем же сезоне организаторы пообещали новые приятные сюрпризы. Резидент Садридинова, Денис Кузнецов, Время новостей.